Универньюз Прошел финал спартакиада студентов по женскому баскетболу. Об итогах матча узнаете из нашего выпуска. Молодежь Татарстана – один из главных генераторов прорывных идей и проектов в республике. Воочию убедиться в этом можно на форуме «Наш Татарстан». Каким будет будущее республики, взглянул Александр Александров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иногда что-то очень интересное, что-то очень необычное, что-то очень необходимое, как правило, развитию общества в целом. Иногда это и отрасль экономики, иногда это отрасль социальной политики, иногда это просто волонтерское движение или волонтерский проект, который, опять-таки, повторюсь, несет в этот мир добро. В этом году финал форума «Наш Татарстан» прошли 42 проекта. Они охватывают всевозможные сферы жизни. Наука, образование, здравоохранение, социальная защита населения, бизнес, культура, градостроение, сервис, туризм и многое другое. Причем за каждым проектом скрывается серьезная работа, крепкие коллективы и благие цели. У меня много знакомых, которые занимаются спортом, выходят на пробежки, но они делают это как-то обособленно, потому что, возможно, просто не знают, что существуют какие-то сообщества беговые. А здесь мы хотим объединить всю молодежь, которая стремится заниматься спортом и поддерживать свое тело в здоровом таком тонусе. И данное приглашение медийных звезд и медийных личностей, оно лишь поспособствует объединению, ну и привлечению большего количества людей для занятий спортом. Люди с ограниченными физическими возможностями практически лишены возможности путешествовать, так как по городам они просто сталкиваются с недоступными объектами. Не знание того, что есть доступные и недоступные, они просто не знают, как спланировать свой маршрут. Вот мы этим занимаемся, мы как проводники. В России проблема бездомных животных стоит очень ростро, и ее пытаются решить волонтеры и просто неравиноточные люди. К сожалению, сейчас отсутствует какая-то площадка, которая могла бы скоординировать и объединить их усилия. Объявления размещаются в ВКонтакте, очень хаотично и непонятно, кому какая помощь требуется и куда отправлять пожертвования. Поэтому на нашем портале мы попытались решить эту проблему. Кстати, участники, которым не удалось пробиться финал форума, проигравшими здесь себя не считают. Для них в рамках форума пройдут многочисленные тренинги, мастер-классы и семинары от ведущих экспертов республики. А это значит, что ребята получат реальный шанс наверстать упущенное, подтянуть свои знания и, возможно, побиться за место в финале уже в следующем году. Я подавал проект как соавтор, к сожалению, не прошел. И вот, ну, решил зарегистрироваться и сюда прийти как участник, посмотреть, познакомиться с другими проектами, с людьми очень творческими и активными. Для себя я, конечно же, получаю много знакомств новых, смотрю, какие есть интересные проекты в нашей республике, потому что я сама подавала проект, участвовала в форуме ИВЛГ, и мне интересно знать, какие проекты сейчас существуют. И хотелось бы найти свою команду для дальнейшего развития своего конкретного проекта. Финальная часть форума на Статарстан продлится до 23 апреля. В этот день станут известны именно тех, чьи проекты получили одобрение и поддержку руководства республики. И, возможно, именно они смогут изменить нашу жизнь к лучшему. Александр Александров, Руслан Наразаев, Универньюз. Нужно знать, что такое важное открытие, как магнитный резонанс, открыли именно в Казанском университете. Так вот, с 21 по 23 апреля в Институте физики КФУ пройдет симпозиум, посвященный обсуждению вопросов по применению методов магнитного резонанса. Подробнее узнаешь далее. 21 апреля в Институте физики КФУ состоялось открытие симпозиума, посвященного обсуждению физических, физико-химических и медико-биологических аспектов применения методов магнитного резонанса. Конференцию открыл проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Важно отметить, что в торжественной обстановке открытия симпозиума с юбилеем поздравили Альберта Аганова, человека, который внес большой вклад в развитие магнитного резонанса. В этот день также прошло вручение семестровых стипендий братьев Сагдеевых за работой в области физики и химической физики. Для участия в симпозиуме заявилось более 100 участников, в том числе и зарубежные ученые. А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике Веб-Ньюз. В Татарстане стартует акция «Музейная весна», в течение которой многие музеи республики можно будет посещать бесплатно. Первый день пройдет под лозунгом «Я гражданин России. Мин Татар-Баласе». В Татарстане начался сезон активности клещей. По результатам ежегодных наблюдений сезон присасывания клещей в республике начинается в апреле и заканчивается в октябре. Пик их численности бывает в конце мая и июня. На соревнования подзюдо в столице Татарстана продано уже около 2000 билетов, что составляет 60% от общего количества билетов. 19 и 20 апреля в рамках второго этапа 8-й республиканской олимпиады юных изобретателей Кулибины 21 века на базе эти лицея КФУ прошли состязания лучших технических умов со всех регионов республики Татарстан. 22 апреля в Татарстане в рамках 3-й республиканской акции «Музейная весна Татарстана» пройдет всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2016». Все желающие смогут принять участие в акции по страницам произведений «Огни и Барто», поучаствовать в экскурсиях по улице Кремлевскую и в научную библиотеку КФУ имени Лобачевского, а также побывать на ярмарке современных изданий и букинистических раритетов на книжном развале. КФУ прошел научно-образовательный семинар «Решение Эль Сивиор» для повышения эффективности научной работы. Семинар вел консультант по ключевым информационным решениям компании «Локтев Андрей». Американская торговая палата в России – ведущая ассоциацию международных деловых кругов в стране. Вице-президент этой организации Татьяна Рагузина недавно посетила КФУ и прочитала публичную лекцию перед студентами Института международных отношений истории востоковедения. Чему она была посвящена – узнаешь далее. Об истории и деятельности Американской торговой палаты в России студентам Казанского университета рассказала ее вице-президент Татьяна Рагузина. Уже 22 года организация содействует развитию торговых отношений между Россией и международным сообществом. На данный момент палаты объединяет более 800 российских и международных компаний и служит площадкой для регулярных специализированных мероприятий. Практически все крупные компании, которые есть представлены в России, они, естественно, состоят в членах Американской торговой палаты. В банковской сфере очень много американцев. И самые-самые разные, как я сказала, они все имеют право для членов палаты. Это не только американские компании, мы открыты для всех. Студентам Казанского университета вице-президент Американской торговой палаты в России дала понять, что бурно развивающийся Татарстан привлекательна для инвестиций республика. И организация делает все возможное, чтобы привлечь сюда американские компании. Кстати, ассоциация уже установила тесные связи с правительством республики и все идет к продуктивному сотрудничеству. Если вы пропустили лекцию, подробное интервью Татьяны Рагузиной можно увидеть скоро на нашем канале в программе «Экономикс». Диана Авакян, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Согласитесь, если бы из нашей жизни можно было вырезать скучные моменты, то она бы превратилась в кино. Но в какое? Документальные драмы или вообще фантастика? Вероятно, после таких размышлений появляются легендарные кинокартины. Предлагаю прямо сейчас узнать, как на самом деле создаются будущие шедевры. Итак, смотрим. В Казанском государственном институте культуры полным ходом идет фестиваль короткометражного кино-телефильма «Иди и смотри». В этом году он особенно важен, так как приурочен к году российского кино. За три года работы фестиваль привлек внимание не только казанскую молодежь, но и участников других городов. Каждый из них пришел, чтобы получить профессиональную оценку своей работы со стороны опытных специалистов. Мы сделали очень огромный шаг вперед. Это собрали более ста работ по всей России. Также пришли к нам работы из-за рубежа. Также есть работы из Донбасса и Луганска. Участники представили свои работы по разным номинациям. Это и лучший продюсерский проект, детский игровой и документальные фильмы, музыкальный клип и рекламный ролик. Особый интерес среди участников вызвала номинация «Лучший ТВ-проект». Я представляла свою дипломную работу, которой я в школе телевидения раньше занималась. Я решила, что она, мне кажется, достойна быть на фестивале. Как раз фильм, который я хочу снять, именно короткометражный, он социальный будет. Мало кто снимал про гараж, и мало кто знает об этом направлении. Целью этого проекта являлась тем, чтобы показать, какие в Казани есть интересные мероприятия, которые необычные со своим форматом, куда интересно сходить студентам. Многие отметили, что определиться с выбором номинации было непросто, и после оценки эксперта планируют предложить проект на действующие телевизионные каналы и продолжить работу. Они уже готовы предположить, как. Наши продюсеры, вот моя группа, мы все вместе работаем. У нас даже есть такая фраза, всегда делают только продюсеры. Все делают только продюсеры. Они снимают, они хлопушка, они процесс подготавливают. Ну, делаем все. Мы все вместе как-то пытаемся работать. Пока еще реализовать мы не можем ничего. У нас фестиваль на фестивале. Сейчас, когда закончится этот фестиваль, мы планируем уже, наконец-таки, снимать наши первые фильмы. Участники фестиваля в своем большинстве студенты абсолютно разных курсов с навыками и без. Но, тем не менее, их объединил общий интерес. На суд жюри уже представлены работы юных режиссеров, продюсеров, операторов, мультипликаторов и других начинающих деятелей экранного искусства. Аделя Мухаммедшина, Ленар Тавлетиаров, Универ Ньюз. Казань – спортивная столица России, и она в очередной раз это доказывает. 15 мая здесь пройдет масштабное событие – Казанский марафон. Какие звезды приедут и какие дистанции пробегут казанцы – ты узнаешь в нашем следующем сюжете. Более 10 тысяч человек ждет масштабного события этого года – Казанского марафона 2016. Это массовый забег участников, которые прибудут в Казань 15 мая с самых разных точек мира. Здесь каждый сможет попытать свою выносливость и стать частью большого события. Для участников предложены 4 дистанции на выбор – 3 километра, 10, полумарафон и марафон, целых 42 километра. Для тех, кто уже воодушевился модой массовых забегов, организаторы рекомендуют пробегать для начала 3 километра. Ведь призы достанутся не только самым быстрым бегунам, но и всем, кто добежит до финиша. Участником может стать любой желающий. Для этого нужно пройти регистрацию, заполнить небольшую форму, оплатить регистрационный взнос. И в принципе приезжать к нам, чтобы посмотреть все красоты Казани. По историческим местам Казани побегут не только спортсмены и медийные личности, как рэпер Баста, певица Вера Брежнева, но и многие государственные деятели. Конечно, студенты Казанского федерального. Уже состоялось официальное приглашение студентов к УФУ на масштабное мероприятие столицы Татарстана. От имени организаторов Казанского марафона приглашаю всех студентов Казанского федерального университета принять участие в нашем замечательном мероприятии, почувствовать все эмоции самим, что эта команда будет самой большой, самой массовой. Пожалуйста, присоединяйтесь. Стань участником Казанского марафона, как это уже сделали студенты Казанского федерального Анастасия Иванова. Множество сил и эмоций, недели тренировок и сборов, четыре игры. Все это ради финала спартакиады вузов Республики Татарстан по женскому баскетболу. Посмотреть, как красивые девушки бегают с мячом, толкаются и прыгают до трехметрового кольца, отправилась и наша съемочная группа. В стенах спортивного комплекса «Оникс» прошла заключительная игра баскетбольного турнира спартакиады вузов Республики Татарстан. В финальном матче среди женских команд встретились сборные Казанского федерального университета и Поволжской академии. Главные фавориты турнира встречались уже не в первый раз, поэтому матч по праву можно было назвать принципиальным. Были предварительные игры, играли мы также и с этим соперником, к сожалению, не одержав победы. Но на сегодняшний день мы готовились, можно сказать, усиленно. С первых минут началась упорная борьба. Одна атака сменяла другую. Обе команды, не жалея ни себя, ни соперниц, боролись за каждый мяч. В третьей десяти минутке команда Поволжской академии, игроки которой имеют опыт выступления в чемпионате России, включила все свои резервы. Поставленные защиты и удача в атаке позволили им уйти в отрыв на 17 очков. В итоге, несмотря на все старания, баскетболисткам из КФУ не удалось ликвидировать отставание. Матч закончился со счетом 78-52. Мы проиграли, но мы боролись уж как могли. Но в принципе, команда Академии была фаворитом. То есть она команда Суперлиги 2, то есть у них полностью команда подобрана. Тренируется два раза в день, по два часа, но мы все силы, которые могли, все отдали за победу. После финального поединка состоялось награждение команд. Третье место досталось команде из Энергетического университета. Сборная КФУ заслуженно завоевала серебряные медали. Ну а победителями стали девушки из Поволжской академии спорта и туризма. На этом у меня все. Улыбайтесь, друзья. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»